Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Новый путь в Абруске прошла отчетно-выборная конференция городской организации ветеранов войны в Афганистане. Власть слышит вас. Мы уверены, что мы все едины и все вместе. Что там обсуждали? Наслаждайтесь спокойствием. В день рождения Белгострах открыл новый пункт оказания услуг. До 31 декабря Белгострах проводит акцию. Куда идти? Вызная парикмахерская. Я решил внести свой вклад, делать стрижки. Красный Крест завершил масштабную акцию бесплатной стрижкой для инвалидов. В чем суть движения? А также замок на границе, чудеса на Рождество и мороз и ветер. Синоптики предупреждают о минусе за окном, насколько опустится градус термометра. Новый председатель плана на будущее и подведение итогов. В Бабруйске прошла отчетно-выборная конференция городской организации ветеранов войны в Афганистане. В стороне не остался и председатель Бабруйского госполкома. Власть всегда заботилась о военных-интернационалистах и будет продолжать это делать. Таков главный тезис выступления Александра Студнева. В любом случае власть слышит вас. Мы уверены, что мы все едины и все вместе. И как бы там ни было, наша задача, мы сегодня говорим о том, что сохранить все имеют и не дать сегодня возможность кому-то подорвать то, что мы сегодня должны с вами сохранить. В свою очередь члены боевого братства поблагодарили местные власти за высокую оценку их работы. В Беларуси выздоровели выписаны 120 571 пациент с COVID-19. Зафиксированы 143 383 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 367 889 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Столичные поликлиники приостановили оказание плановой медпомощи. При этом там продолжат оказывать травматологическую и хирургическую помощь. Как сообщили в Минздраве, такое решение принято в связи с эпидситуацией. Для оказания своевременной помощи пациентам с COVID-19 изменен и режим работы поликлиник. В частности, вызовы врачей на дом принимаются до 6 вечера. Военная присяга, путевка на Кипр и прочность льда. Освод напоминает о правилах поведения, что не стоит забывать. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Присяга в вооруженных силах пройдет 12 декабря. В присутствии родных и близких новобранцев, но с мерами предосторожности, масочным режимом и социальным дистанцированием. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии, Минобороны организуют онлайн-трансляцию. Ее проведут из самого массового места принятия присяги – 72-го объединенного учебного центра в Пичах. Кипр откроет границу для белорусов 1 марта. Сейчас наше государство отнесено к так называемой «красной группе стран». Но уже в первый день весны наши граждане смогут въехать на территорию Кипра. Нужно будет предоставить сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия отрицательный ПЦР-тест и сдать еще одно исследование по возвращению. Находиться в самоизоляции не придется. Освод напоминает о правилах безопасного поведения на льду. В частности, не следует переходить водоем по неокрепшему льду. В темное время суток, ненастную погоду, в непроверенных и малоизвестных местах. Отдельные рекомендации рыбакам. Им советуют надевать спасательные жилеты. Кроме того, перед выходом на лед нужно проверить его на прочность. В Беларуси стартовала республиканская акция «Чудеса на Рождество». Для воспитанников детских интернатов, домов семейного типа, социально-педагогических центров, для детей с ограниченными возможностями к новогодним праздникам добровольцы организуют более полутысячи встреч. В этом году все будет проходить с соблюдением санитарных мер по рекомендации Минздрава. Акция продлится до конца января. По-зимнему холодно станет в Беларуси в начале следующей недели. Синоптики обещают морозы и сильный порывистый ветер. 7-8 декабря юго-восточный ветер начнет приносить воздух с Нижнего Поволжья, где установилась аномально холодная погода. Будет преимущественно без осадков. Местами на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью 1,8 градусов мороза. По Востоку при прояснениях до минус 10. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Оберегая ваше счастье, Белгострах открыл новый пункт оказания услуг на Минской 149. Более 100 видов страхования на любой случай. Максим Кембель подробнее. Миллионы белорусов доверяют команде Белгостраха, так как там работают настоящие профессионалы. Компания – лидер страхового рынка в стране. 3 декабря Белгостраху исполнилось 99. И в этот день подарки не для именинника, а для людей. Новый пункт прописался на Минской 149. К услугам Бобручан – огромный выбор вариантов страхования, как по обязательным, так и по добровольным видам. В период до 31 декабря Белгострах проводит акцию. При заключении договора страхования от несчастных случаев и заболеваний мы предоставляем 10-процентную скидку. В день открытия любой желающий мог поучаствовать в викторине от Белгостраха. За правильный ответ – подарок и порция хорошего настроения. Пожалуйста, держи. А некоторые сразу перешли к делу. Задали интересующие вопросы и, не отходя от кассы, получили ответы. Объяснили все конкретно, все понятно, доступно. Вот подумаю, застрахуюсь, может быть, еще там одну. Или ребенка хочу застраховать. Исходя из политики компании, фундамент развития Белгостраха – это его клиенты. А их успех – главный показатель правильной работы, которая строится на трех основных китах – доверие, инновации, клиентоориентированность. Хочу поблагодарить наших клиентов и деловых партнеров нашей компании. Спасибо вам за сотрудничество, взаимопонимание. Сегодня Белгострах – это 8 филиалов и 114 представительств по всей республике. Доступные услуги для каждого белоруса. Специалисты компании постоянно разрабатывают и внедряют новые страховые продукты. Солидный экономический потенциал позволяет страховать риски на очень большие суммы. А система накопительных скидок делает постоянное сотрудничество с Белгострахом выгодным для любого клиента. Белгострах. Оберегаем счастье. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Стрижка милосердия, белорусский красный крест завершает компанию «Ваша допомога». Финальным аккордом акции «Добра», которая стартовала 1 октября, стал выездной салон красоты в территориальный центр соцобслуживания населения Первомайского района. Здесь волонтеры, они же профессиональные парикмахеры, бесплатно постригли людей с ограниченными возможностями. К слову, за эти два месяца благотворительного движения сделано немало. Помощь оказана людям пожилого возраста в виде и одежды, вторые руки, и еще плюс дезинфицирующие средства. И волонтеры нашей организации, они оказывают помощь в виде доставки продуктов на дом, приобретение лекарственных средств. Конечно, работа Красного Креста продолжается в данном направлении, и мы оказываем благотворительную помощь, но следующая наша акция – это будет «Елка желаний». То есть мы будем помогать семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, третьей-четвертой степени утраты здоровья. Эта акция приурочена к Дню инвалида, и я решил внести свой вклад, делать стрижки людям с ограниченными возможностями, так как многие не могут дойти до парикмахерских или салонов. Сегодня только в Первомайском районе проживает 6292 человека с инвалидностью. Поддержка словом или делом – для них лучшее лекарство. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok